Субтитры делал DimaTorzok Конечно, нет. Участок Владивосток-Крым. Движение на запад страны в сторону Крыма. Я бы хотел поделиться своей личной информацией от такого плана. Во-первых, читайте комментарии пользователей. Там достаточно много интересных подсказок, советов, рекомендаций людей, которые уже бывали в этих местах. И советуют делиться информацией с вами. В частности, путник 81. Кстати, можете пройти на его аккаунт, посмотреть его видео. Видео-дорог России во все времена года. И заодно там же вы найдете видео и по дорогам Европы. Очень интересный аккаунт. Рекомендую. Что я хочу сказать в отношении автопутешествий по России. Этот вид отдыха у нас еще находится в достаточно слабом состоянии. В начальной стадии. Ну, это я сужу по тем автомобилям, которые попадались на дорогах. У них характерный признак. Багажники на крыше. Или запасные колеса. Закрепленные тоже на багажнике на крыше. Это говорит о том, что эти люди двигаются в дальнюю поездку. Но, прочитав даже все комментарии, видео и посмотрев в интернете, вы не получите стопроцентной информации о крае, о регионе. Поэтому, я считаю, мое мнение, что на границе каждого региона должны стоять своеобразные опорные пункты. Может быть, на постах ДПС. Или на близлежащих, 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 забравочных станциях. Где автопутешественник сможет получить исчерпывающую информацию о регионе, о наиболее стачимых местах, достопримечательностях, как к ним проехать, ну и узнать какую-то историю об этом. Я считаю, что каждый россиянин должен хотя бы раз в жизни проехать через всю страну, посмотреть на ее масштабы, величия, на красоту. Ну, это оставит незакладимое впечатление. Дороги, как вы можете сами убедиться, у нас в более-менее хорошем состоянии. Ну, за небольшим исключением я веду, я имею в виду А-360 и Р-504. Но, как обещает нам Росавтотур, в течение 3-4 лет этот опрос будет закрыт. Дороги доведут до ума. Я имею в виду вот Р-504 Колома. Те ужасы, которые можно найти в интернете по этой трассе, их уже нет. Практически, вот эти участки, как черный прижим, заячья петля, они уже ликвидированы. Там можно двигаться в безопасности, опасть в неприятную ситуацию. Но полотно дороги, я говорю, в течение, наверное, 3-4 лет, как обещает Росавтотур, будут устранены. К сожалению, большому инфраструктура на Р-504, она требует более пристального внимания, более внимательного отношения государства к этому участку дороги. Там нужны гораздо больше заправочных станций. там нужны и мотели. И очень важно, это мобильный сервис, чтобы можно было вызвать помощь, поддержку техническую на дороге. И очень важно, чтобы была мобильная связь, интернет. Более-менее на Колыме работает мегафон, более-менее, но очень слабо. Других операторов практически нет. Ну, вблизи крупных населенных пунктов, там можно еще и теле-2, воспользоваться услугами теле-2. Ну, а других операторов я, к сожалению, на этой дороге найти не смог. Может быть, есть, я не знаю. Такой момент, а проехать через всю Россию, это крайне затруднительно. Да, погода очень много растений. Можно сказать, сдохнуть можно. Поэтому нужно, я думаю, развивать такой сервис, услуг, как комплексный туризм. Ну, например, с запада России до Якутска или до Усть-Миры долететь на самолете, там уже взять автомобиль в аренду и до Магадана на автомобиле. В Магадане автомобиль сдается, и человек возвращается домой, отдохнувшим и получившим достаточно много полезной и интересной информации. А край Колыма потрясающей красоты, потрясающий. Я думаю, что этот район требует более внимательного отношения в плане рекламы, информации. К сожалению, район, история этого региона имеет и печальные периоды, но нам нужно узнать наши регионы, нашу историю. Конечно, ловить о том, что все рванут на автомобилях путешествовать, но это нереально, потому что люди все разные и привыкли к разным условиям отдыха. Кто-то предпочитает курорты, комфортные условия. Кто-то, скажем так, спартанский образ путешествий. Я считаю, что комфорт это такая же вредная привычка, как привычка к наркотикам, к алкоголю, к азартным играм, к алчности, к тем привычкам, которые не имеют предела. Я не призываю всех к аскетичному образу жизни, но нужно иметь свои аспекты, свои взгляды на реальную жизнь, на реальный отдых. Путешествовать, передвигаться по дорогам России сейчас безопасно. Того беспредела, того ужаса, что был в начале 2000-х, этого уже нет, то есть с хулиганьем, с безобразием и на трассах, я думаю, покончено раз и навсегда. Уйти по России не по телевизору, а реально. И вы, как говорят в Адессе, чувствуете две больших разницы. Смотрим дальше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...